Новый затвор для городской плотины был изготовлен в Дзержинске. Его проектировкой занимались нижегородские архитекторы. Подрядной организации предстояло демонтировать старую конструкцию, на время работ установить аварийный шендор и только после этого взяться за монтаж нового затвора. Ремонтные работы на гидротехническом сооружении заняли приблизительно месяц. Для того, чтобы его заменить, конечно, уровень воды был понижен, потому что эти работы невозможно было выполнить без понижения уровня. Сейчас затвор поменяли, сейчас все придет уже в норму. Три года назад старый затвор прошел экспертизу, по итогам которой конструкция была признана аварийной, а дальнейшая ее эксплуатация могла привести к неприятным последствиям на гидротехническом сооружении. На период замены затвора перекрыли движение по пешеходной части моста через Сатис. Требуется еще дальнейшая работа по этому затвору, конечно. Не по самому затвору, а по самому плотинному сооружению. Это основание, уплотнение, надо все тоже менять, но это уже не в рамках этого контракта. Затвор для гидроузла представляет собой металлический щит высотой практически 3 метра. Его основная функция – перекрывать водопропускные отверстия и регулировать уровень реки, примыкающие к гидротехническому сооружению. Теперь пропуск паводковых вод можно будет осуществлять через оба затвора. Паводковая ситуация будет быстрее стабилизироваться, чем раньше. Обслуживающие организации, которые в этом году будут обслуживать гидротехнические сооружения, станет легче. Согласно контракту, гарантия на новую конструкцию – 5 лет. По словам специалистов администрации, на зимний период затвор будет закрыт. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.